Всем привет! Продолжаем знакомиться с работами художников Карл Густав Карус, немецкий физиолог и художник, родившийся в Рейпциге, друг писателя Йоганна Вольфганга фон Гёте. Он был разносторонним человеком, врачом, натуралистом, ученым, психологом и пейзажистом, который учился у Каспара Давида Фридриха. В 1811 году получил диплом доктора медицины и доктора философии. В 1814 был назначен профессором акушерства и директором родильного дома в учебном заведении медицины и хирургии в Дрезден. Писал работы по теории искусства. Я зачитываю википедию. В 1815-1824 годах пишет свои 9 писем о пейзажной живописи. Одной из основных теоретических работ, заложивших основу немецкой романтической школы живопись. Карус был также дружен с Гетте и написал книгу биографии поэта, вышедшую в печати в 1863 году. С 1814 по 1817 самостоятельно обучался живописи маслом, работая под руководством Каспара Давида Фридриха, дрезденского пейзажиста. Впоследствии он учился у Юлиса Шнора фон Карльсфельда в Академии рисования. Когда король Саксоний Фридрих Хавлиус II совершил официальную поездку по Великобритании, в 1844 году Каррус сопровождал его в качестве личного врача. Он наиболее известен ученым за то, что выдвинул концепцию архетипа позвоночных и основополагающую идею в развитии теории эволюции Дарвина. В 1836 году был избран иностранным членом Шведской Королевской Академии наук. Разработал теорию пейзажной живописи, целью которой была визуализация внутренней работы геологических явлений, которую он назвал изобразительное искусство жизни земли. Его дочь Шарлотта Каррус вышла замуж за художника Эрнста Ритшля. Умер 28 июля 1869 года в возрасте 80 лет в Дрездене. Вот так вкратце все что было все я зачитал о немецком физиологе-художнике. Его звали Карл Густав Каррус. Пока-пока, до свидания. Смотрим работы.